Армия стала для меня школой жизни не в плане каких-то навыков, не в плане какого-то физического развития, а именно в плане осознания, осознания того, насколько ты дорогая мне, насколько важное место занимаешь в моей жизни. Глеб Ведерников из Пермского края, служит в Анапе, записывает видеописьмо маме, которое увидит его в эфире местного телеканала. Он еще не знает, что на самом деле родители прилетели в город, а командование части за отличную службу поощрило бойца трехдневным отпуском. Родители, мама и папа, Наталья и Владислав рассказали, что уже наметили культурную программу. Начать намерены с посещения музея Горгипия. Спасибо вам, спасибо вашему замечательному городу. Вы прекрасные люди. Нам очень нравится у вас отдыхать. Понимаете, буквально недавно, в августе, мы отдыхали здесь, а наш Глеб в это время уже служил в Омске. И вот ирония судьбы, такая замечательная, необычная ирония судьбы. Мы снова прилетели в Анапе посмотреть ее зимой. Она зеленая. Я сначала не мог поверить, после того, как сказали, что они в зале, то есть какая-то шутка прозвучала. Но потом, когда я увидел их, это впечатление неописуемое. Для нас, конечно, это тоже было очень неожиданно. Очень так, знаете, даже гордость взяла определенного за сына. В общем, то, что его командование так отметило таким вот подарком. Лишний повод увидеть сына. Он все-таки скучает по дому, по родителям. А в выражительный голос собранной милиции лауреата международных конкурсов Нелли Григорякова. Дефиле будущих мам разных профессий. Для большинства ребенок уже не первый, но всегда долгожданный. Эти мамы отдали себя, чтобы воспитать спортсменов, лауреатов, творческих конкурсов, тех, кто уже прославляет родной город. А в большой семье Константиновых собирали сирот со всей страны, чтобы дарить им любовь и тепло. В буквальном смысле 24 часа в сутки. В своем обращении глава города Сергей Сергеев заявил, что будет делать все, чтобы мамы в Анапе чувствовали себя защищенными, красивыми и любимыми. Сегодня за этот час мы увидели, какие разные мамы. Мы увидели их роль в нашей жизни. Мы увидели то, что на самом деле каждый ребенок, рождаясь, будучи маленьким таким комочком, новорожденным, да, может быть, вот еще ничего не знающим, не понимающим, понимая, получает в своей жизни ангела, имя которому мама. На сотни пошел счет участкам, выделенным многодетным семьям под строительство. Создаются места в детских садах и общеобразовательных школах. Открывается новое отделение в детской поликлинике. Проводятся дни здоровья для детей, когда узкие специалисты из города ведут приемы в сельских населенных пунктах. Вся социальная сфера в той или иной степени направлена на поддержку семей, хранительницами которых являются мамы.